всем привет 17 июля 22 года прошел зеленый марафон в городе новосибирск где участвовал и это моя первая вообще контрильная гонка и собственно вела контрильный марафон дистанция 82 километра и набор высоты порядка 1300 метров и для тех кто никогда не ездил этот заезд основная сложность в том что не просто едешь где-то там в лесу по тропинкам очень много скошенных полей который забирает много сил ну и собственно набор высоты 1300 метров это тоже не шутки в лесу основных задач на данный заезд у меня было две первое это равномерно разложиться то есть не умереть на первой половине дистанции пока ты свежий есть адреналин в крови и так далее и чтобы на финише более-менее адекватно себя чувствовать чтобы данная гонка не выбила из общей колеи и вторая задача просто нигде не разложиться не убиться не убраться на различных спусках и технических участках поскольку таких мест на данной трассе много и конкретно на этой гонке было много падений разбитые шлема кровь бинты и так далее и причем как мне потом более опытные товарищи подсказали что на предыдущих гонках было еще хуже ситуации но видимо это нормальный вообще расклад на данных гонках это просто нужно принять и понять хочешь такую гонку ехать или нет но вообще данный марафон конечно же пользуется популярностью здесь было зарегистрировано 100 человек включая девушек порядка примерно на 15 девушек и вообще данный марафон до славится своей разнообразностью сложностью и с удовольствием здесь много ребят участвует особенно сильные контрильщики которые всегда рубятся за какие-то призовые места на любых сибирских соревнованиях и так сейчас мы едем по участку нейтрализации в несколько километров просто за машиной лидирования основная цель небольшая разминочка и разбиться по силам по группам чтобы начинать гонку в своем режиме каждый в своей пачке и собственно чтобы никто никому не мешался на данной гонке я не стал себя соблазнять и куда-то пытаться залезать вперед к лидерам для того чтобы не зарубаться с ними чтобы выполнить свою первую функцию а именно разложиться нормально и просто убитым не приехать и концу гонки и поэтому я где-то во втором может быть даже в третьем десятке запрыгнул конечно потом я немножко пожалел об этом потому что уже на первых километрах столкнулся с проблемой что просто упирался в ребят которых не мог проехать потому что дорога узкая и с колеями и это конечно же отнимало время но тем не менее ничего страшного я так в принципе и рассчитывала что до первого подъема когда мы подъедем там далее будет горнолыжный подъем и в него уже более менее будет понятно по силам кто там как распределяется вот сейчас я немножечко чуть чуть поближе переезжаю вперед ну и также мы продолжаем ехать по асфальтовой дороге за машиной лидирования и позже будет спуск в лес с точки зрения физподготовки на данную гонку план у меня был в целом постараться проехать ее в третьей зоне работать в подъем и также на каких-то силовых местах но все спуски ехать аккуратно чтобы нигде не убраться ни с кем не зарубаться и в идеале выбрать свой режим чтобы в нем ехать чтобы ни под кого не подстраиваться ну и в целом принципе так и получилось большую часть гонки процентов 80 я в итоге проехал один лидеры сильно вперед далеко уехали остальные ребята позади и принципе я ехал и наслаждался поездкой естественно этот заезд был нелегкий но на финише я себя еще довольно таки комфортно хорошо чувствовал ну и собственно сейчас действительно продолжается у меня набор формы хорошая форма и поэтому данная гонка зашла относительно скажем так комфортно несмотря на то что это четыре часа целых гонки с подъемом 1300 метров в отличие от других ребят на которых я смотрел на финише там просто вообще там бы полумертвые уже были вот поэтому на самом деле хорошо прокатился определенный опыт получил и вообще погода в этот день была нормальная в отличие от других годов когда ребята там ездили их просто по говну там плавали в лесу и но это кровя на уже там это гонкой сложно назвать когда начинаешь там возиться с миссии чистить велосипед переходить там какие-то болота с велосипедом на руках ну и так далее в этом году как и сказали опытные ребята было все довольно таки быстро очень много людей выехала данную трассу из четырех часов а ранее например даже если прошлый год брать только несколько человек это самые жесткие контрилы сибири смогли выходить из четырех часов и их там по пальцам на одной руке посчитать в этом году даже я проехал за четыре часа и где-то пять шесть минут при этом достаточно с запасом то есть в принципе можно было есть четырех часов ехать вот но как говорил ранее ехал своем режиме поэтому чтобы не упороться в целом сложилось по погоде по условиям вообще нормально с утречка не жарко было и лишь где-то часа через два от начала гонки температура уже поднялась да и было немножко жарковато но вообще в целом довольно таки все комфортно прошло и так нейтрализация заканчивается и вот сейчас мы влево ныряем в лес и сразу же у нас здесь его определенные затык как видно скорость практически до нуля падает и здесь начинается спуск довольно таки скоростной где не практически не крутишь просто едешь накатом и в этом конечно был мой просчет поскольку я думал но как-то будет немножко пошире будет прямая дорога и на каких-то силовых моментах можно будет проехать но здесь длинный затяжной спуск есть определенная колея то есть вот даже сейчас видно колея из которой сильно не выпрыгнешь поэтому нужно было четко аккуратно ехать придерживаться траектории чтобы нигде не шлепнуться именно на этой гонке очень много моментов где ребята падали именно вот на спусках где какая-то колея и я в том числе у меня были несколько предпосылок потом уже посреди гонки но где я понял что на этих местах торопиться не надо поэтому здесь надо было конечно же мне блин запрыгнуть в первую десятку отпустить лидеров вперед но тем самым добиться того чтобы передо мной уже ребят было меньше потому что ну так и так и все равно бы их потом объехал ну по силам я объективно их сильнее несмотря на то что здесь есть какие-то кантрищики вот но в данном случае вот этот момент первые несколько километров тут в затор некоторые попадал но тем не менее это меня не смущало потому что как говорил ранее основное у меня было разложиться то есть здесь сейчас уже начинается какие-то торчки довольно таки силовые и вот сейчас видно внизу еду уже 400 плюс ватт да кстати внизу отображается моментальная мощность а наверху мощность это за 30 секунд наверху мощность собственно отображает вообще какая сейчас фаза гонки и насколько ты мощно где-то вкручиваешь потому что внизу мощность моментальная она очень сильно гуляет вот пошел очередной торчочек справа видно 14 процентов но эта информация с garmin а не знаю насколько она актуальная но судя по тому что мы едем всего лишь 8 километров в час градиент видимо реально очень крутой и буквально нескольких торчков и уже в принципе ребята тут распределялись по силам но здесь опять же не надо было никуда уезжать потому что только начало гонки и все самое веселое будет начинаться только во второй половине гонки позже выезжаем на вот такую дорогу ну и откровенно это как бальзам на душу такая хорошая укатанная дорога на которой едешь реально кайфуешь можно быстро разогнаться и при этом не сильно утомляешься но таких дорог было немного на данной гонке но и так очередной небольшой подъемчик и ребята здесь свой пыл немножко поубавили и я на своих свежих ногах потихонечку их объезжаю и потихоньку съедая всех ребят вот справа видно вера едет и у нее кстати такой же велосипед как у меня кросс level 14 улыбнулись друг другу и дальше мы разъехались вот таких вот полей было ну просто дохрена на этой гонке то есть это просто поле где есть растительность и газонокосилкой прошли трактором и подготовили трассу то есть едешь и откровенно ну не очень быстро по таким элементам но сил забирает данные элементы трассы очень много тут я догоняю каких-то ребят и небольшое негодование у меня я говорю ребят но вы или справа или слева этим занимает всю ширину дороги непонятно вообще вот этот товарищ слева как бы если ты сейчас меня смотришь ну зачем ты так делаешь начало гонки здесь у нас формируются пачки да ты едешь как бы посреди дороги ну не надо так делать в итоге потом сказал что слева несколько раз подключала ему и спокойно объехал ну и вот здесь вот типичный момент с колеями на дороге которые не очень удобно объезжать и где можно немножко колесом закопаться и шлепнуться но здесь хорошо что наверх немножко силы поддал и спокойно объехал но когда позже были даунхилы блин реально там было опасно ехать особенно когда ты едешь за кем-то и вообще не страекторию свою не видишь очередное поле догоняю я андрея середина это три атлет и я не говорю о андрюх давай поехали на что он говорит что он уже едет на панно хотя это только начало гонки еще даже 10 километров не поехали и в этот момент я ему сказал что андрей вторая половина будет тяжелее поэтому нужно сбавить здесь я обгоняю очередных ребят и ну видно что разница в скоростях довольно таки большая хотя я там особо не упираюсь и конечно у меня всегда вопрос к таким ребятам но зачем вы так раскладываетесь так тратите много сил на начальном этапе дистанции вообще и из бега из прошлого и довольно таки известный факт что все что связано со словом марафон эта гонка на которая начинается со второй половины ну в беге это полностью актуально особенно в трейловом беге велогонка конечно же история немножко другая потому что нужно сформировать пальчику самом начале но такая тактика подходит только для сильных райдеров которые действительно могут вначале так долбануть чтобы это не сильно потом сказалось на второй половине дистанции все что касается остальных ребята обычных любителей которые не претендуют на высокие места нужно ехать конечно же более раскладываться то есть нужно хотя бы первые 10-20 километров проехать так чтобы прям себя хорошо чувствовать и потом потихоньку вкатываться если хорошо себя чувствуешь что помощнее ехать если нет как будто продолжать в обычном кресельском режиме в противном случае данная гонка просто превратится потом выживание и все ну как бы зачем эти страдания нужно ехать получать удовольствие вот сейчас мы опять едем по типичному полю небольшой подъемчик я тут давлю где-то там 300 плюс минус ватт но особо быстро не едешь и проблема здесь на самом деле не в ватах что ты просто какую-то свою целевую мощность держишь и нормально а в том что неравномерные зацепы сцепления и получается избыточная трата сил ну естественно тут конечно же нужен опыт езды по таким трассам и конкретно на этой гонщики немножко было преимущество естественно у ребят которые ехали на двух подвесах ну и тема тут двух подвес либо хардтейл конечно же очередная холиварная тема естественно у топовых ребят у всех на двух подвес но тем не менее я ехал на хардтейл и кучу ребят позади себя оставил кто были на двух подвесах поэтому ну на данном этапе своего развития скажем так это не является лимитирующим фактором но если рубиться за тумбу конечно же да уже техника будет играть большую речь конкретно про вот эти поля скошенные места где просто трясучка и на которых ты теряешь скорость меня конечно же пугали ребята что на этой гонке будь дикой трясучки на хардтейле просто там не доедешь всю душу вытрясешь и не сказать что я там как-то сильно упоролся что мне было там супер тяжело по сути все то же самое что я езжу на своих мтб тренировках у себя в лицу в заельцовском в новосибирске стоишь разницы что здесь но обычная тренировка два с половиной три часа идет хорошая интервальная тренировка ну а здесь я ехал четыре часа и после трех часов было конечно же уже тяжело в остальном вот это трясучки еще что-то но чуть чуть поменьше давление в покрышках сделал едешь медленно да конечно но это не какая-то смерть о чем я там говорили раньше что там вообще там будешь погибать на хардтейле очередное поле и тут какой-то гонщик меня прошивает почти как стоячего вперед уезжает впереди знак и со стрелкой направо а он заворачивает налево ну как бы блин надо повнимательнее на таких гонках ездить и до отдельные слова благодарности тимофею главному организатору данной гонки тимофей как в прошлом профессиональный ориентировщик и и бегом и мтб ориентировщик и очень понимает важность правильной разметки и и корректности и чтобы она была везде чтобы нигде никуда не заплутать и на этой гонке реально было все четко то есть самое главное было просто нигде свою бдительность там не похоронить там не уткнуться где-то в трассу или в товарища а просто периодически наблюдать за ленточками которые везде развешенные и на ключевых местах смотреть куда стрелки направлены в этом плане конечно вообще клёво блин 80 километров в лесу сделать разметку это хренеть сколько трудов стоит вот такие дороги тоже были на гонке и сейчас они сухие но подозреваю что когда проходят дожди то здесь полная грязюка и особо там осина не понаваливаешь но такие дороги длятся недолго и потом сворачиваешь в лес вот кстати здесь стоит тимофей и сопровождает гонщиков обратно в лес в зеленку вот небольшие такие места были где лужи но здесь все реально проезжается и каких-то особых проблем здесь нет конечно же для человека который катает только на шоссе наверное уже это даже представляло бы ужас но в принципе я его сейчас совершенно ехал тут не парился как бы несмотря на то что я шоссер здесь меня обгоняет один из гонщиков и говорит давай доберем пачку который впереди сейчас на камере не очень видно но впереди там виднеются ребята и он говорит давай их догоним поедем с ним на что я ему отвечаю что давай вот сейчас излишних вот эти рывки не будем делать они потому что забирают много сил и впереди будет гора которая многое уже решит и все там будет понятно кто как по пачкам распределиться а речь про горнолыжный подъем в которой откровенно достаточно малое количество людей заезжают своим ходом на велосипеде большинство там заходит конечный отрезок уже пешком вот такие вот небольшие грязевые участки и ну это опять тоже аккуратненько все это проезжается ну и да и подозреваю что здесь когда идут дожди либо после дождей трасса то здесь наверное немножко жопно и можно прилечь где-нибудь грязь аккуратно выезжаем на небольшой асфальтовый участок и сейчас мы подъезжаем здесь горнолыжки участок мне этот в целом знакомый я здесь не гонялся но однажды здесь я фотографировал соревнования по бегу и этот горнолыжный подъем я запомнил и его крутизну ну и вот собственно мы поворачиваем на вот этот горнолыжный подъем и на экшн камеру на самом деле не совсем понятно его крутизна но суть в том что на него заезжаешь на самой-самой легкой передачи которая есть в данном случае на этот заезд я вперед поставил 36 звезду и сзади в моем распоряжении самая легкая была это 50 звезда то есть соотношение 3650 и здесь я конечно немножко сомневался что ставить и вообще мне были такие мысли 38 вперед запихнуть потому что есть определенные прогоны здесь скоростные но с учетом того что гонка длинная и даже здесь я мог бы заехать там ну тупо носили да там за где-то за кардане но потом силы начали бы покидать и возможно это начал бы сказываться в целом конечно я понял что на эту гонку можно было и 34 ставить и здесь было бы чуть-чуть конечно по комфортнее но плюс минус конечно же роль здесь не играешь тут уже вопрос ты либо едешь в горы либо не едешь в горы на прямейках конечно сильно за счет скорости не отыграешь и это прекрасно понимал там плюс минус у всех одинаковая потому что на к там едут и конечно же все в основном отыгрывается в подъемы и силовые поля вот сейчас вот видно кто-то уже там слева идет пешочком ну и здесь уже примерно видно что да мы реально едем в гору справа показывается вот 20 процентов 21 22 и на самом деле в данном эпизоде я думал уже были может быть забить пойти пешком сэкономить силы но в принципе ехала сниже здесь еще неплохо скорость вон видно 6 километров в час ну то есть реально это скорость передвижение обычного пешего человека и кадр потихоньку падает 55 60 сейчас показывает 25 процентов не знаю насколько это соответствует действительности но это уже был самый крутой участок и вот здесь вот передо мной блин человек просто останавливается выстегивается и естественно я в него упираюсь блин и говорим ты чё так делаешь вообще говорю предупредил бы хотя бы что ли то есть я планировал заехать этот подъем до конца здесь вот самый крутичок у 25 процентов сейчас показывала и чуть-чуть совсем тут оставалось чтобы до конца заехать но данный товарищ мне помешал и получилось ирония судьбы прямо алексей шведов мне до этой гонки говорил как раз про крутые подъемы что часто бывает так лимитирует не твоя сила и твой какой-то уровень а то кто едет перед тобой когда он резко останавливается и ты тупо в него упираешься и не можешь дальше ехать сейчас вот уже видно что вы полаживания то есть вот оставалось то совсем чуть-чуть до верхушки доехать тяжеловато но можно было потерпеть и тут как бы я сначала подумал ну а почему бы не зайти пешком то по скорости не сильно теряешь но особенность такова что именно мышцы которые участвуют в ходьбе или в беге они не разогретые и когда я слез с велосипеда и пошел и понял что блин ноги забиваются еще сильнее чем когда ты едешь на велосипеде вот сейчас я проехал сергея масленникова он остановился чтобы посмотреть где его товарищи с команды и до мной гонка они вообще ехали в команде молодцы ребята не стали там где-то там рубиться погибать ехали в своем каком-то темпе определенном и когда возникали кого-то проблемы останавливались для оказания технической помощи и вообще ехали ну действительно как локомотивка команда ребята красавчики прям вот респект приехать на гонку из другого города и чтобы ее вот проехать и и не замыкаться на своей какой-то индивидуальной личности а проехать реально коллективом своим небольшой down hill по дороге дорога в целом более-менее такая нормально проезжаемая 40 километров в час есть определенные неровности но особо каких-то опасных моментов нет вот здесь вот выезжаем на гравий и такая уже неплохая трясучка у меня на эшн камере специальная выключила стабилизацию чтобы примерно отображать как себя ведет трасса вообще как едет велосипед особенно вот такие вот моменты где крупный щебень и действительно опасные нужно аккуратно выбирать траекторию ни в коем случае не рулить чтобы переднее колесо не занесло сейчас слева была видна машина я успел проскочить и за мной ребята которые ехали в том числе с алтая они упёрлись в эту машину я слышал как она им бибикала ну то есть они там валят со спуска по гравию и тут перед ними машина выезжает немножко там дорогу не разделили подъезжая к поворотному пункту вова кожевников здесь стоит направляет на дорогу вова по волонтерил в этот раз владимир кожевников это представитель команды стр предводители сибирской банды которая насчитывает порядка 50 человек и вообще самая многочисленная тусовка триатлетов в сибири дорога длилась недолго и снова сворачиваем в поля реально на этой трассе дорог каких-то где можно там отдохнуть еще что-то ну блин вообще по пальцам посчитать в основном либо вот такие поля либо какие-то в лесу с корнями с мусором и так далее с ями вот то есть гонка не не столько тяжелая где-то технически сколько она как бы силовая получается передо мной юный представитель алтайской команды который немножечко отъехал от своих ребят но позже они потом соединились слева проезжаем гонщика с кемерово недавно кстати с ним гонялся на гонках кстати в прошлом товарищи гонял down hill вполне на профессиональном уровне но здесь у него какие-то технические проблемы возникли после финиша уже с ним пообщался он прокололся проколол без камерку и потом вот так остановился на пит-стоп и ожидал кого-нибудь помощи потом ему ребята подогнали камеру запасную в итоге камеру воткнул и дальше поехал сейчас передо мной антон якушевский в прошлом мастер спорта по трековым велогонкам я у него спросил после гонки антон что там остановился у него там камешек в шип попал и он не мог стягнуться блин вот эта беда вот сейчас это очередной подъемчики сейчас уже видно что 16 процентов и мы едем и 7 километров в час и тут на самой легкой передаче 20 процентов продолжаем ехать и здесь конечно же силовый участок всего лишь проехали 17 километров и такие подъемы их нужно ехать очень аккуратненько чтобы не оставить на них все силы иначе потом это а ухнется в конце дистанции тут мой товарищ салтая понимает что ну его нафиг и пойдем лучше пешком а я потихоньку продолжая кардане показывает 25 процентов не знаю насколько это реально но это было очень круто 5 километров в час еду каденса менее 60 передо мной вадим очень опытный кантрийный гонщик который также заходит пешком я ему говорю а чё типа ну поехать это не получается но что он мне говорит что нет лучше типа силы оставить на потом иначе это тоже потом маукнется но в принципе у меня какие-то страхи были что оставлю силы в эти подъемы но не нифига если ты реально тренируешься если как бы силы позволяет то под ты ну ты либо едешь трассу либо не едешь трассу и в итоге принципе все нормально было но как говорил ранее но только под конец уже гонки конечно же было тяжеловато но тяжело там было всем и лидером и не лидером на выполаживание вводим меня стремительно обгоняет и потихоньку уезжает я на это не провоцируюсь и продолжаю ехать также своем режиме как говорил ранее основная моя задача была здесь равномерно раскладываться не вестись ни на какие провокации атаки и так далее потому что это все потом приносит свои негативные последствия но и вот мы после очередных серий торчков и едем по скошенному полю с маленькой скоростью тратим много сил где спокойно догоняю вадима и ну и говорю поехали но чтоб он за мной но в итоге я потом от него потихоньку здесь и оторвался вот они бескрайные наши великие могучие поля которых было реально очень много и меня конечно же пугали этими полями но какой итог после этого вообще собственно сделал ты либо готов к гонке либо не готов к гонке несмотря на то что я не накатывал вот эти моменты сказать что они мне как-то сильно вырубали но я не могу сказать то есть все равно уровень и тренированность она свои плоды дает и если ты просто не тренируешься то естественно тебя будет вырубать каждая мелочь и холмики и подъемы и вот такие вот поля подъезжаем к небольшому мостику его я видел на фотографиях ранее и особенность такова что здесь продольные бревна ну и чтобы там колесом не воткнуться через рульку не поймать спокойненько переходим его пешком передо мной антон ягушевский он меня догнал и с этого момента мы определенную часть трассы ехали вместе очередной подъем 12 13 процентов 7 километров в час то есть видно как мы не быстро заезжаем но тем не менее в данной подъемчике я старался чуть-чуть помощнее отрабатывать но поскольку я трассы особо не знаю и как на них правильно раскладываться то сильно старался не перебрать подъемы в данные моменты антон и ехал чуть-чуть пободрее и это не совсем соответствовало моему режиму но я старался его далеко не отпускать просто видеть его в прямой видимости чтобы немножко смотреть траекторию немножко проселочных дорог и где скорость была уже повыше антона тут впереди лидирует он достаточно тяжело 90 килограмм то есть у него абсолютной мощи до хрена и здесь у него на колесе чуть-чуть можно посидеть но позже я от этой идеи отказался потому что когда мы переходили на сложные дороги с колеями блин было несколько очень опасных ситуаций где можно было воткнуться и поэтому я начал вообще отпускать вперед чтобы видеть перед собой полностью траекторию здесь вот антон ложится на руль как на лежак на шоссейный блин и здесь было конечно мне немножко очковато сзади ехать малейше какая-то кочка что-то пошло не так и все в антон падает и я вместе с ним передвигаемся по полям здесь также есть подобие какой-то дороге ну и здесь было конечно же прикольно ехать по кайфу накат более-менее нормальной скорости есть и в целом хорошо но когда мы сворачивали с таких дорог в скошенные поля где нет дорог ну там конечно же была жесть вот такие вот были даунхиль чеки 44 километра в час а где переставали вообще крутить и но смысл там нет крутить подкручивать плюс-минус все равно там все едут с одной скоростью и тут спустя время был небольшой спуск и торчок и тут вадим прошивает нас и уезжает просто как будто на финиш уже свой не знаю зачем это он сделал возможно чтобы ему не упали на колесо но честно говоря данная затея была здесь еще бессмысленная потому что мы проехали всего лишь 27 километров еще ехать ехать и ехать и вот такие вот взрывы но в действительности отнимает очень много сил ну и позже конечно же я потом вадима догоню и просто от него уеду добирает нас еще один гонщик которую мы ранее чуть обогнали и тут и я еду и начинаю размышлять это мы так медленно едем неправильно раскладываемся тратимся или что или это ребята какие-то мощные но в общем начали здесь закрываться какие-то сомнения но позже все равно все расставило на свои места потом все эти ребята все равно оказались сзади то есть здесь они потратились излишне были вот такие вот коротенькие спуски и с коротенькими торчками где долбил сейчас пик был там под 900 ватт и чтоб на него залететь но таких мест немного в целом было очень много торчков коротких этом до 100 метров но очень крутых где заезжалось только на самой легкой передаче продолжаем ехать с антоном и тут нас обгоняет поезд из ребят с алтая это их команда сергей масленников владимир гордейчик и михаил юный гонщик про которого чуть раньше говорил они вместе сформировались и уехали вперед и тут у меня второе сомнение закралось блин думаю все что как бы силы струны нас покидают что за херня вообще происходит но чуть позже я обогнала ребят с алтая и уже поехал сам в своем темпе поначалу с антоном мы решили чуть-чуть как бы прицепиться к команде алтайской но потом антон говорит типа ну блин еще 30 километров только проехали давай на своем режиме поедем и я с ним согласился но после очередного подъема я понял что антон немножко помедленнее едет и он уже начинает уставать а я наоборот в работал все в режиме и мне стало комфортно ехать ну почему так старт гонки был в девять утра и но бывает у меня такая особенность что с утра организм то ли не проснулся то ли чё и как-то тяжело делать стартану гонку у меня там был пуль сразу же под 190 я думал охренеть вот сейчас покатаюсь но где-то через час или через полтора реально выработался и прям такое ух почувствовал легкости и где-то два часа и ехал прям вообще по кайфу в одного но и только после трех часов начал уже уставать были вот вот такие вот места где определенные затыки случались когда на скорости ребята пытались туда влететь и приходилось останавливаться вот антона сейчас занесло задним колесом тоже в луже и это сейчас сухо и представляю себе что здесь происходит когда едешь тут после дожди на рачи полная жопа там и просто велосипед туда-сюда носит и постоянные падения а вот сейчас мы обходим очередного гонщика салтая и здесь у него были технические проблемы как позже узнала товарищ порвал цепь и поломал спицы ну короче блин полный комплект и и вот это конечно же печаль к о чем говорит обычно тимофей что к такой гонки надо полностью к автономному готовится то есть блин 80 километров если где-то там на отшибе что-то рядом сломается проколется то есть ты должен сам себе починить велосипед ну и так далее то есть просто так ехать сюда на авось и не надо несмотря на то что антон хотела немного отпустить ребят с алтая у меня как говорил ранее чуть 2 дыхание начинает просыпаться вырабатываюсь и я тут понимаю что давайте я с ними поеду ну просто чтобы повеселее было в одного ехать не очень прикольно начинается даунхилл и антон меня тут прошивает и спокойно уезжает вперед впереди блин дорога вся пылится ни хрена ничего не видно и я уже наслышан про историк да вот так вот в колею на спуске въезжаешь и тупо ловишь через рульку и потом валяешься там в лучшем случае просто отрихаешься встаешь и едешь дальше в худшем случае блин ломаешь ключицу или еще чего-нибудь поэтому в данной гонке когда вот такие были неочевидные спуски я ехал очень аккуратно если не вижу дорогу и траекторию то блин еду на тормозах и все небольшие бродики вот сейчас был знак слева что здесь вода но они все проезжали сходом чуть-чуть там ножки замочил но все нормально никаких там эксцессов нет очередной силовой подъем 13 процентов 7 километров в час и таких подъемов было прям ну очень дохрена в данной гонке естественно никто их там не считает но просто едешь и потихоньку карабкаешься в данные подъемы просто в рабочем режиме по силам и вот сейчас у меня тут микро падение такое я успел выстегнуться как раз вот эта ситуация когда передним колесом попал в колью и не смог из нее вырулить извинился перед антоном потому что он сейчас за мной как раз таки ехал но хорошо что скорость была небольшая еда я успел выстегнуться то есть успел на ногу встать просто велосипед немножко на бачок прилег но если бы это было бы где-то на спуске или на скоростном другом участке блин все капец там можно разложиться опять подъезжаем к микро лужи и здесь вот затор ребят я увидел они здесь немножко остановились я несла здесь велосипеда аккуратно здесь проезжаю и едем дальше и вот перед нами очередной затяжной длинный подъем сейчас видно девять процентов ну и как раз то что мне нужно здесь у меня еще нога свежая и я аккуратно ребят добираю вообще без каких-либо проблем именно на таких участках в данной гонке я всех потихоньку и съедал на спусках не рисковал и там они от меня отъезжали но как только начинались подъемы все становилось на свои места и я нормально всех добирал сейчас вот передо мной гонщик также вот в колею попал немножко встал я тоже здесь выстегнулся ну и дальше вот поехал по дороге в данный подъем я понял что у меня нога нормально едет антон уже немного устала и я его покинул и дальше ехал уже сама потому что чувствовал что силушка есть антон уже довольно таки сильно устал подъезжаем к небольшому спуску вот справа разметка показывающая что спуске и вот как раз вот типичная дорога с различными колеями где нужно очень аккуратно ехать и где вот просто так вот человеку с начальными навыками нельзя суваться потому что нужно очень четко выдерживать траекторию совсем там несколько сантиметров из колеи и все зацеп потеряет переднее колесо и ты лежишь на дороге очередной затяжной подъем где я понимаю что у меня нога нормально самочувствие хорошая и темп данная группа меня не устраивает и я решаю их потихонечку обогнать спокойно без суеты там без каких-либо атак потихоньку объезжая просто смотрю но честно говоря уже на лицах ребята была откровенная усталость уже глубоко дышали а вот здесь передо мной капитан команды алтайская сергея говорю поехали он немножечко за мной протянул но видимо понял что это темп в данный момент не их и в итоге я так вперед один и уехал догоняю вадима немножечко у него тут на колесе сижу у него был здесь довольно таки хороший темп такой средний рабочий но потихонечку все равно его силы покидали и немного позже я его объеду и так и уеду до финиша в одного тут мы едем что-то я ему рассказывать немножко болтаем о том о семну собственно как тут едем гонку если честно уже не помню особо диалог но дальше там очередные подъемы все и я уехал слова сейчас буду подъезжать к первому контрольному пункту это 44 километра и здесь особенность гонки такова что можно сделать заброску своих фляг с водой на данные кп и по совету тимофея я на 1 кп оставил одну флягу с водой и на второе кп через 20 километров то есть на 60 62 километре две фляги здесь я просто одну флягу скидываю флягу с водой втыкаю свежую и сразу же без отдыха стартую дальше здесь в поле полностью остановился чтобы спокойно попить и потому что вот это трясучие поле и на нем достать флягу без рисков падением блин довольно таки тяжеловато и да мы тут как с ребятами обсуждали как лучше то ехать с собой брать гидратор чтобы на кп не останавливаться не заморачиваться и чтобы можно было пить не отрывая рук от руля или все же делать заброски и оставлять фляги на кпшках чтобы там менять чтобы лишний грустно себе не возить ну и вот в таких местах конечно же блин реально тяжело достать бутылку вот здесь вот сейчас видно как всего трясет колбасит и попить поездить нормально тяжело здесь после очередного спуска сворачиваем опять в прокошенное поле и перед собой я вижу еще одного гонщика и понимаю что кого-то добрал и нужно его догнать и обогнать небольшой крутой даунхильчик короткий но опять же с колеями где нужно ехать аккуратненько здесь я спускался но вот очередной подъемчик и здесь также еду на очень легкой передаче и уже прошло 50 километров и сейчас я уже перестал наваливать подъемы потому что понимал что уже многие достаточно сильно напрягается и можно там довести до судорог слева видно там некорректная скорость 34 километра в час сам дело в том что action камера снимает видео из множества фрагментов потом на монтаже когда их собирал все в кучу где-то какой-то фрагмент на полчаса аж на полчаса у меня где-то вылетел и соответственно вот в этих моментах телеметрия криво встала поэтому здесь сейчас у меня будет какое-то время некорректные данные по телеметрии было вот несколько таких вот дорог и откровенно говоря в обычной жизни сказал бы что ну что это не очень дорога но конкретно в данной гонке на такой дороге можно было немного отдохнуть и вот я подъезжаю ко второму кп и это по факту уже 62 где-то километра и здесь помимо того что мне надо было поменять воду в одном бачке у меня была вода во втором из а тоник здесь я попросил ребят мне воткнуть и также надо было поменять здесь батарейку на экшн камеру потому что я снимаю на соньку и у нее достаточно большой заряд аккумулятора снимает три с половиной до часа это охренеть как много но я знал что данная гонка у меня получится четыре или немного более часов поэтому взял запасную батарею здесь остановился поменял и вот сейчас вот после кп продолжил ехать вот доехали до интересного участка здесь идет зигзагообразная дорога но она вся идет вниз а сейчас вот справа видно что там градиент 15-16 вот 17 даже сейчас показывается но это наверно переборчик но процентов 10 наверное там где-то было и аккуратненько тут на тормозах все съезжал пока по хорошему надо было тут конечно даунхилить но естественно у меня навыков таких нет и очень много мусора там различных бревен под ногами валяется поэтому все это надо было делать аккуратно вот такие вот крутые повороты где приходилось полностью оттормаживаться тратить время и конечно же я понимаю что если бы рубился бы здесь за какое-то там время и результат то на вот этих местах бы очень много терял ну и поэтому собственно сделал правильный выбор что поехал данную гонку в своем режиме чтобы ни с кем не зарубаться и чтобы никаких там эксцессов не было по ходу гонки здесь вот подъезжая к очередной речке немножко запутался куда в итоге ехать смотрю как будто бы здесь тупик посмотрел налево посмотрел направо но чуть поглядел смотрю разметка прямо есть ага все понятно ну и здесь проехал аккуратненько очередные торчки это вторая половина дистанции здесь и как раз таки было много вот коротких торчков и обычно если на тренировке едешь такие торчки то достаточно мощно в них залетает а здесь уже идет у нас четвертый час гонки и конечно многие здесь уже просевшие и так мощно здесь заезжать конечно уже не получается подъем достаточно крутой каменистый сейчас показывает 17 процентов 7 километров в час всего лишь скорость уже кардане 70 оборотов в минуту и да здесь я перестал как-то усерация ну и просто заезжал уже в своем режиме на вот таких вот дорогах потом пытался отдыхать насколько это позволяет но даже если здесь подъем то более равномерная езда конечно меньше сил отнимает чем когда ты по полю едешь там и тратишься очередные типичные прокошенные поля которым ты едешь не быстро и тратит достаточно много сил наконец доехал до какого-то спуска здесь также надо ехать аккуратненько на тормозах потихоньку съезжая ну и немножко отдохнуть можно отдых недолгие разумеется если есть какой-то спуск то обязательно будет потом подъем мы вот опять втыкаюсь 7 километров в час и градиент больше десяти процентов и потихонечку тележишь вверх сейчас подъезжаем к трейлу солнечные и сразу же если кто-то метод из контрильщиков будет смотреть прошу не ржать я никогда в жизни не был на этом трейле и увидел его к счастью посмотрел перед этим на видео просто что и на себя представляет и очень аккуратненько здесь все это проезжал естественно если чуть-чуть покататься на нем бы было бы это побыстрее но задача у меня здесь была основная просто нигде не разложиться и аккуратно ехать нормальные дурщики здесь и летают на трамплинах но также есть объездные траектории чтобы не прыгать через трамплин и обижать ну естественно я это все это обижал мини вот такие вот кондрики вот такой вот мостик я убедился что с него можно съехать хотя ребята тут многие прыгают и вот здесь вот было три стрелочки очень крутой спуск хорошо что игорь агарка серебряный призер прошлого года данного марафона предупредил что будет спуск где возможно не получится съехать если ты никогда здесь не прикатывал вот передо мной здесь видно дробь то есть через него прыгают эндурщики и справа здесь объезд и градиент здесь туда более десяти процентов реально процентов наверно тут по 20 и поэтому если никогда здесь не съезжал можно убраться поэтому я здесь аккуратненько след с велосипеда по рекомендации спустился и далее сел и дальше потихонечку потихонечку поехал есть эти трамплинчики которые аккуратно справа объезжал чтобы нигде ничего не убраться проезжаем дальше легенькие такие кондрики которые проезжают со скоростью улитки еще раз повторюсь на данной трассе я никогда не был только один раз вот видел на видео буквально за несколько дней до гонки и и просто задача была аккуратненько съехать ничего не травмироваться вот такие вот мостики которые съезжаются но нормальные чуваки на мтб великах они здесь просто летают хорошо что здесь была разметка чтобы случайно вот на дробь не уехать как сейчас был справа то есть объездная дорога слева и все хорошо понятно чтобы безопасно проехать данную траекторию ну и все трейл солнечный закончена и я знал что он где-то будет в конце но сначала конечно же в голове было такое облегчение думаю но все скоро финиш и будет 12 километров и на самом деле с точки зрения физики ты были самые тяжелые уже километры сейчас его прошло уже три часа 30 минут и и но вот как говорил ранее организм вырубать начала где-то после трех часов и здесь я уже откровенно да когда были подъемы ну сил как-то на них уже вкручивать не было просто вот в своем какой-то крейсерском режиме заезжал все это проезжал опять поля 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 финишем то еще и не пахнет между трейлом солнечным и финишным трейлом а контрийной трассы ну то есть трасса заканчивается кросс-контрейным кругом немного урезанным еще достаточно много было крутиков вот здесь опять же вот видно еду в подъемчике 12-13 процентов и на которых уже как-то вкручивать то не особо и хотелось вот этот подъемчик все еще продолжается все еще тому было сейчас 13 14 15 процентов и все уже здесь реально никаких желаний тут мощно вмачивать нет первые три часа я конечно же в подъем и заезжал помощнее а здесь просто ехала лишь бы уже заехать вообще функционально конечно состояние было хорошие на гонку и в конце тоже но просто уже очевидно было что многие свой ресурс данные свои возможности выработали на данную гонку и они просто перешли в режим энергосбережения скажем так выезжаем на какую-то дорогу и сзади меня догнала гонщик которого я ранее обогнал в полях и это товарищи в основном меня догонял со спусков как раз таки о чем я говорил ранее что где я аккуратничал ребята с более большим опытом более быстрее проезжали в горке отрывался но со спусков меня потом он все равно забирал данный подъемчик достаточно продолжительный был но ехали мы в него равномерно без каких-то рывков и так далее уже просто было желание спокойно доехать до финиша и мы и не мучиться все еще дорога продолжается и здесь я показал локтем жест что выходи на смену и гонщик передо мной без проблем выходит вперед и я сложусь ему на колесо и чуть-чуть здесь передохнул выезжаем на асфальт сразу же получаем приятный накат хорошие ощущения в ногах и немножечко поблажки на данном заезде 76 километр и остается на самом деле уже немного до финиша ну и здесь я понимал что впереди гонщика он и гораздо техничнее меня и скорее всего на трейлах он уедет но я попытался чуть-чуть за ним посидеть но понял что что-то как-то без вариантов он еще и на двух подвесе едет ну и в итоге я его спокойно отпустил не стал где-то там за ним рваться потому что уже на фоне усталости элементарно можно было где-то что-то промухать где-то упасть и ну и зачем это мы собственно один человек одна позиция абсолютно ничего бы не решала в данной гонке поэтому я также продолжу ехать своем режиме перед контрильной трассы вот такая вот серия сингл треков принципе хорошая комфортная дорожка но особо там где-то сбоку не просочиться подъезжаем к небольшому трейлу как говорят его ребята бобры не добры здесь справа был дробчик слева объезд и здесь подъезжаем очень интересная корневая секция и конечно на подвесе здесь поудобнее но здесь реально гигантские корни которые я все-таки проехал не слезая но там были моменты уже на грани где-то остановки на данном трейле я уже пару раз было с ребятами из академгородка катался и здесь сейчас будет достаточно длинный затяжной подъем и в который уже также не охота была особо вкручивать я просто в каком-то своем крейсерском режиме заезжал вот впереди меня там виднеется уже далеко гонщики и здесь я понимал что ну чтобы его догнать уже но надо сильно постараться и поэтому забил на эту идею ну и так выезжаем на тропинки хорошие дороги здесь уже обычные парковые где гуляют люди небольшая передышка и собственно будем заканчивать данный марафон участком кросс-контрейной трассы подъезжаю к финишу и здесь была транзитная зона то есть перенаправление на часть контрийного округа о чем я говорил ранее некоторые ребята кто не ознакомился с трассой думали что это уже финиш и потом было дико у них удивление когда им говорили что так давайте дальше едьте там еще контрейная трасса впереди которая для обычного велосипедиста ну совсем нелегкая на самом деле но я эту тонкость знал и поэтому к этому был готов помимо этого на этой контрейной трассе я несколько раз ездил езжу и конечно же эту трассу достаточно медленно но тем не менее основная моя задача здесь была безопасность то есть просто проехать все элементы нигде не упасть особенно на фоне усталости после четырех часов гонки и собственно спокойно финишировать небольшие петельки между деревьев и это уже чисто контрийный трек у нас пошел естественно я проезжаю его как улитка но мне тут торопиться и не надо никуда небольшие серии контриков которые я проезжаю также в режиме улитки но здесь всякие различные деревья естественно без прикатки воткнуться в них неохота 5 раз контрик 2 чуть-чуть контрик и выезжаем на следующие сегменты вот здесь небольшой волл райт я его тоже аккуратненько чуть-чуть проезжаю конечно по доскам немножко траекторию тут выстраиваю но естественно все это медленнее чем специалисты контрильщики небольшой элемент как сказал тимофей называется всратая кочка то есть момент и не трамплин на который переезжается такое препятствие вот такие вот петельки аккуратно здесь я вот воткнулся в дерево выстегнулся но сразу же встал и дальше поехал уже на фоне усталости все не соображает здесь также петелька едешь вверх и при этом надо рулить еще и мощно вкручивать и чтобы не остановиться элемент на самом деле но для меня как не контрильщики достаточно тяжелые но принципе здесь я заехал небольшой подъемчики и подъезжаю к петельке ну как я понял это довольно таки свежая петелька недавно ребята эндурщики здесь что-то построили с такими микро кондриками но опять же здесь это проезжает очень аккуратно риск куда-то улететь достаточно велик именно для меня опять серия петелька который проезжается вверх и вот это конкретное место я здесь раньше заехать особо не мог останавливался ну потому что разворот на 180 градусов и тебе надо ехать вверх у мтбшника длинная база и мне это плохо получалось но здесь я уже немножко натренировался и смог заехать подъезжая к заветным табличкам 150 метров и это значит что уже через 150 метров будет финиш и вот сейчас передо мной финишная прямая точнее подъем достаточно крутой подъем хорошо на самом деле сделан то есть он широкий если здесь пачка лидеров будет ехать то они смогут между собой зарубиться коридор широкий но при этом крутой то есть где-то отсидеться на колесе не получится вот сейчас уже видно 13 процентов я просто тележу 8 километров в час там около 300 ватт на тренировках естественно тут можно и под 500 ватт залетать но все здесь уже пятый час гонки пошел и поэтому особо торопиться некуда очередной раз я там оглянулся посмотрел что сзади никого нет чтобы внезапно передо мной кто-то не прошмыгнул перед носом чтобы не было обидно перед финишем но и потихонечку здесь заезжаю и подъезжая к финишной арке но вот собственно все финишная арка время по протоколу у меня получилось 4 часа и где-то 5-6 минут на финише ребята здесь и юные подходят дают мне медаль финишера ну и чувствую на самом деле здесь себя хорошо в принципе у конечно же устал но думал будет гораздо хуже на этой гонке ну и что я в итоге хочу сказать по данной гонке какие у меня мысли первое и это касается ребят которые не ездили эти гонки не хотят попробовать нужно быть к ним готовым первое физически быть готовым очень большой набор высоты тяжелые силовые вот эти поля по которым ездили и будет очень печально если вы где-то там после 40 50 километров просто встанете и будете догребать ну буквально смысле выживать данную дистанцию так делать не надо это того не стоит второй момент это технически то есть просто так вот опять же катаясь где-то в лесу по паркам и сюда суваться риски очень большие было много падения о чем я говорил ранее там кровь бинты к слава богу все вроде как бы обошлось без каких-то там сильных фатальных последствий но тем не менее инцидентов прецедентов довольно таки много то есть опять же на шару сюда проезжать не надо о чем и тимофей главный организатор конечно же говорит то есть они полностью оставляют за собой право как организаторов кого-то отстранить если кого-то не знают то есть на шару данная гонка ехать точно не надо лучше просто посмотреть где-нибудь поболеть там волонтером и так далее ну и что хотелось бы сказать от себя лично как от велосипедиста увлеченного данную гонку для себя расценивал как тренировку как опыт просто посмотреть что это такое и на себе ощутить ну потому что почитать отчеты которые ребята пишут даже победителей посмотреть видосики это блин совсем не то то что реально проехать но определенный хороший момент что когда находишься в хорошей форме тренируешься то все это воспринимается гораздо легче как мне ребята говорили что здесь просто будет смерть несмотря на то что ну естественно до призеров мне еще было далековато я проехал в комфортном самочувствии лишь вот под конец да у меня было тяжело и в один из подъемов я там начал судорогу ловить но это уже было вот прямо в самом-самом-самом конце но это говорит о том что тренировки приносят свои плоды и несмотря на то что основную часть делаю на шоссе либо на обычных тропинках в лесу вот этот тяжелая трасса далась ну относительно относительно просто по итогу лично для себя решил что такие гонки именно хсм да то есть следует понимать что это официальный вид спорта а не просто так как это покатушка в лесу то есть у нас есть олимпийская кросс-кантри до который проводится чемпионаты мира олимпийские игры и также есть хсм да то есть xcm то есть кантриный марафон также официальная дисциплина если это не является вашей основной специализации как у меня в данном случае то ее можно ехать для общего развития как физподготовка просто отвлечься от всего а если же желание здесь претендовать на какую-то призовую тумбу то должен быть однозначно гигантский опыт вообще именно гонок тренировок в данные условиях потому что я посмотрел в протоколе кто был передо мной и это ребята которые все много гоняют уже очень-очень много лет и андрея рейтер илья шишкин и так далее у всех этих ребят там старым по 10 и более лет но естественно ты не можешь просто где-то там на станке там тренироваться на шоссе немножечко в лесу и потом выезжать здесь конкурировать поэтому я воспринимаю эту данную гонку как хорошая тренировка и получение каких-то определенных эмоций и так далее что же спасибо большое организаторам за данную гонку волонтерам и всем кто участвовал собственно в организации получил интересный опыт в целом вообще доволен не пожалел что проехал данную гонку но решение по заезду я принял буквально за пару дней потому что я активно смотрел прогноз погоды был бы дождь и я бы не поехал но увы прошу простить меня шоссейника да ребят которые катают кантри но когда начинаешь там плавать по грязи а мне это знакомое я уже тренировался в таких условиях чистить трансмиссию где-то останавливаться ну блин у меня нет заинтересованности в данных гонках то есть если приезжаешь гоняться то хочется погоняться понаваливать и так далее а не бороться со стихией но это лично мой взгляд на соревновательный процесс ну что ж на этом все так вот прошла гонка прикольный опыт собственно если вы еще не ездили данную гонку да обязательно посмотрите почитайте отчеты видео посмотрите данных гонках мы сами поймете нужно вам это или нет всем спорта и всем удачи